Привет подписчикам и гостям канала TravelNRF. Меня зовут Алик. Сегодня предлагаю вам прокатиться со мной на катере по Телецкому озеру, расположенному на северо-востоке Алтайских гор, в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплекса объекта «Золотые горы Алтая». Это один из центров туризма и отдыха в этом регионе. Телецкое озеро в стороне от других популярных направлений, например, Чуйского трактора. К сожалению, дорога к нему от города Горно-Алтайск около 180 километров. Местами она очень плохая. Мы ехали к нему более трех часов. Многие люди любят сравнивать Телецкое озеро с озером Байкал, что вполне объективно, на мой взгляд. На обоих озерах красивейшие виды, чистая прозрачная вода, и по форме оба озера вытянутые и очень глубокие. Также о близости к озеру Байкал говорит то, что они имеют одну причину происхождения – это тектонические сдвиги земной коры. Озеро вытянуто с севера на юг, и в северной части расположен туристический поселок Артыбаш, где мы, собственно говоря, и жили три дня. И откуда вышли в озеро Накатии? Артыбаш – единственное место здесь, куда можно добраться на машине или даже на автобусе. Рядом с ним расположен горнолыжный курорт, поэтому отдых здесь становится круглогодичным. Неподалеку также расположен поселок Иогач, можно и там пожить. Магазины и кафе есть везде. Возле озера вообще много гостиниц, баз, отдыха и кемпингов. Средняя цена за сутки составляет 3000 рублей. Вариантов, кстати, очень много. Вот вам основные местные озерные достопримечательности. Так, для информации. Водопад Корбу, расположенный на реке Большая Корбу, в 100 метрах от берега Телецкого озера. Вторая достопримечательность – Каменный залив. По местной легенде, это круглая воронка от метеорита. В действительности имеются признаки, указывающие на ледниковое происхождение данного объекта. Третья достопримечательность – дельта реки Чулышман. Река используется туристами для сплавов пятого и шестой категории сложности. Третья достопримечательность – это водопад Киште, самый крупный водопад озера. И последняя – это поклонная сосна Яйлю. Эта сосна упала много лет назад. Всю землю из корней у нее вымала штормами. Но она до сих пор держится за жизнь. И с тех пор некоторые ее ветви стали похожи на отдельные молодые сосны. Расскажу вам уже напоследок красивую легенду, связанную с образованием Телецкого озера. Так вот, давным-давно на месте озера находилась плодородная долина. На протяжении многих лет два богатыря соперничали между собой, чтобы завладеть ею. Устав от соперничества, они в конце концов заключили договор, что будут хранить молчание. И кто первым нарушит его, тот и проиграл право на владение долиной. Прошло сто дней, но богатыри упорно молчали. Никто из них не желал проигрывать. Однажды они сидели на горе, и каждый пытался различными действиями вызвать своего соперника на разговор. В этот момент перед их глазами в долине появилась женщина необычайной красоты. Пораженные ее красотой, богатыри в изумлении одновременно воскликнули. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такой... На их восклицание засверкали молнии, загремел гром, и красавица исчезла так же внезапно, как и появилась. А с неба и гор хлынули потоки воды, и спустился густой туман. Когда туман рассеялся, то на месте долины красовалось огромное озеро. Богатыри поняли, что проиграли оба. Тогда они одновременно бросились с гор в озеро, надеясь прикоснуться к дивной женщине хотя бы в воде. Когда они ударились о воду, в озере поднялись огромные волны, которые раскатились по берегу озера со звуком «Телее, телее». Это эхо услышали богатыри и приняли его за имя женщины. Но как только они его произнесли, то оба превратились в ветер. Один полетел понизу над водой, другой рванулся вверх к облакам. Так и дуют они до сих пор на Телецком озере. То низовка, то верховка. Это богатыри, которые разыскивают прекрасную женщину. О, тут и сказки. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики на моем канале. Да и напоследок хочу сказать, что компания Тревелин РФ организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу. А также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании. Всем удачи и пока.